Сегодня день знаний, наш утренний эфир посвящен, конечно, этому событию, но для учеников 65 школ Приморья этот начало учебного года стало очень печально, всему виной тайфун Lionrock. В регионе уже выпала трехмесячная норма осадков. Но метеорологи прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды. Представьте себе, сегодня, хотя казалось бы, куда уж хуже. Но в некоторых поселках продолжают эвакуировать людей в пункты временного размещения. Еще не всех вывезли. В Приморье последствия тайфуна устраняют больше тысячи спасателей и других специалистов различных аварийных служб. Они откачивают воду из жилых домов, школ и больниц. В поселке Кавалерово дела совсем плохи. Там смыло мост, причем новый, свежепостроенный. Теперь там, где должны были ездить машины, настоящая водная пучина. Примерно такая же ситуация и в другом поселке, Николаевке. Вот наша река двухметровая в ширину превратилась в такой ужас. Дорога перекрыта. Дорога, находка Сергеевка называется. Здесь военные, полиция все перекрыли, пытаются подсыпать берег, но походу бесполезно. Часть моста уже обвалилась, находится в воде. О том, что сейчас происходит в Приморье, спросим у местного жителя. Вячеслав Кочергин подключается к нашему эфиру. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Синоптики обещают ухудшение ситуации. По сравнению со вчерашним днем, сегодня действительно льет сильнее? Знаете, сегодня пока с утра был небольшой дождик, но эту обстановку никак не меняет. Еще вчера русло реки Большой Усури находилось в пределах нормы. Сегодня же оно вышло из берегов, оно затопило ближайшие поля, вышло из дам. Вода переходит через федеральную дорогу. Буквально полчаса назад я по ней проезжал, одну часть дороги уже подмыло. Машины едут по одной полосе. Что касается потопленных домов. Чуть ниже по руслу реки находится деревня, село Новомихайловка. Я туда ездил буквально недавно, спасал свою бабушку. Мы непосредственно со своим отцом на руках выносили ее. Отец ее выносил на плечах, так как воды было уже по грудь. Бабушка очень старая, естественно передвигаться сама не могла. Такая ситуация складывается довольно-таки стремительно. Вячеслав, ну а где в это время были МЧСовцы? Если бы вы, я так понимаю, не подоспели вовремя, ситуация могла вернуться весьма плачевно. Это я про вашу бабушку. Совершенно верно. МЧС не видно абсолютно. То есть помощи населению не оказывается никакого. Единственное, что я могу сказать, то что 20 минут назад я видел колонны МЧС двигались в сторону Чугуевского района, но они только выдвигались. Они не находились там, они не помогали местному населению. Уровень воды уже таков, что на ровной дороге уровень воды по стеклу Акамазу. Ну вот у нас есть информация, что там чуть ли не тысяча сотрудников МЧС и других аварийных служб. Получается, вы их не видите? Может, они в других каких-то регионах задействованы? Нет у вас какой-то информации? Скорее всего, данные сотрудники находятся в северных районах Приморского края. Непосредственно Кавалеровский район. Но это логично, потому что там ситуация намного сложнее, как я понимаю. Возможно. Но почему сотрудники, непосредственно я хочу обратиться к ним, почему они не предотвратили, они должны были наблюдать за руслами рек. Почему большая Уссури набрала такую мощь и вышла из берегов? Такое было только в 89-м году в Тайфун-Джуде, когда погибло очень много людей. Что касается о жертвах, наше правительство, непосредственно местное, утверждает, что жертв никаких нет. По группам Ватсапа местным, есть стопроцентные данные, что только вчера в селе Антоновка погибло два человека. Пятеро человек пропали без вести. Еще есть данные, что с села Чугуевка в ледовую арену Алим свозят трупы людей для дальнейшего их опознавания после Тайфуна. Это информация непосредственно о сарафанном радио, от населения. Нам же говорят, что у нас все хорошо, река у нас в русле, и кто ничего, все должны не переживать. Вячеслав, ну очень интересно, вы сейчас информацию сказали, мы, конечно, будем проверять эти данные. Но у вас самого как дела? Что с вашим жильем? Вот у бабушки, вы говорили, еле успели ее спасти. Да что? Дом полностью стоит в воде. В бане по грудь воды. То есть в скорой зимы бабушке возвращаться, грубо говоря, некуда. Абсолютно. То есть все стоит в воде. Всю живность мы вывезли на себе. А где вы сейчас живете? Где вы сейчас находитесь? Я сейчас перебрал на возвышенность. То есть я живу чуть выше, в двух километрах, на станции Новая Чугуевка. Так как станция была искусственно отсыпана, то есть на 4 метра, к ней вода не поступает. Поэтому мы перевезли все сюда. А то, что все деревни, которые находятся ниже по руслу, они все затоплены. Вячеслав, большое вам спасибо. Но остается надеяться, что стихия отступит, и ваши дома будут в целости и сохранности, и новых жертв не будет. На связи был свидетель разгула стихии тайфуна Lionrock Вячеслав Кочергин. Мы с ним обсуждали ситуацию в регионе. Продолжение следует...